Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. После мучительных по своей бездеятельности каникул мы вступаем в Новый год. Заканчивал я год мастодоном в частности и федерацией в целом. И с учетом произошедших в начале года событий, с мастодона решила начать. В конце концов это символично, а символы управляют миром, как говорил Бердяев. Хотя возможно он этого и не говорил. Я решил продолжить разбираться с мастодоном в том числе потому, что допустил неточность в одном из предыдущих скринкастов, сказав, что русскоязычных серверов не бывает. Оказывается они есть и их много. На одном из таких серверов, который называется MastodonML, мы сейчас создадим аккаунт и перенаправим сюда подписчиков с уже существующего аккаунта. То есть совершим миграцию. Владеет этим сервером DrQuadragon. И с ним сегодня вечером у нас будет интереснейший стрим. Присоединяйтесь или смотрите в записи. Ссылка в описании. Итак, вы регистрируете аккаунт так, как будто хотите начать все с чистого листа. Но с чистого листа вы начинать ничего не хотите. Просто вас, например, начинает раздражать владелец текущего сервера и вы хотите навсегда с ним распрощаться. Это не мой случай, но, например, В случае, если у вас аккаунт на Facebook, вы просто теряете всех своих друзей. И вообще все. И начинаете новую жизнь, скажем, в Telegram. В случае, если у вас Mastodon, вы не теряете ничего. Просто мигрируете на другой сервер. Вот я по-быстрому оформил аккаунт. Чтобы не путаться, даже ник оставил старый. Это аккаунт на MastodonML. Локальная лента тут гораздо приятнее, чем на старом сервере. И дальше нужно совершить ряд манипуляций, а именно в настройках сначала скачать архив ваших записей. К сожалению, чудес не бывает и все ваши записи автоматически на новый сервер не переедут. Более того, как выяснилось, вы не сможете их экспортировать даже из скачанной базы. Но при этом сам архив в формате JSON будет храниться у вас на компьютере или где вы пожелаете. И можете время от времени его почитывать. Пока он его подготавливает к скачиванию, можно приступать к миграции. Но не здесь. Сначала нужно зайти в новый аккаунт. Также в учетной записи. И здесь нужно настроить псевдоним. То есть указать здесь имя старой учетной записи. А его, я напомню, взять можно вот здесь, в профиле. Взяли. Вставили. Теперь возвращаемся к старому аккаунту и идем в учетной записи. Нет, сначала посмотрим, готова ли база. Да, готова. Так что качаем архив, то есть все ваши записи со старого аккаунта и заходим в учетной записи. Здесь нам нужно наоборот перенести учетную запись. То есть указать, куда мы уезжаем. А уезжаем мы вот сюда. Это наша новая учетная запись. Тут нужно указать еще и пароль и все. Перенести подписчиков. И тут нас ждет красное сообщение, что что-то пошло не так. На самом деле все так, просто где-то что-то застряло в кэше. На всякий случай можете проверить, все ли вы правильно сделали. В новом аккаунте в учетной записи. А вот тут, да. Тут должно быть имя старой учетной записи. Оно есть, значит остается ждать. И, честно говоря, я не дождался. Прошло уже около десяти часов. Я умудрился списаться даже с разработчиком Мастодон. Он сказал, что все заработает. Жди. Поэтому либо вечером в стриме я расскажу, что все получилось. Либо в закрепленном комментарии опишу, что пошло не так и что делать. Но надеюсь, что у вас такой проблемы не возникнет. Ну вот собственно и все. Теперь вы знаете о Мастодоне все, что нужно. А нужно знать о нем только то, что вы в любой момент можете переехать на другой сервер и не ругаться с условным Цукербергом за право читать или писать то, что хотите. Все любите друг друга. Долой цифровой ГУЛАГ. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok